Масленичные гуляния прошли сразу на нескольких площадках Рязани. Речь идет именно об официальных площадках. Там праздник проходил с учетом санитарных норм, не говоря о дворах и областных гуляниях. Основной площадкой стал Центральный парк культуры и отдыха. Здесь построили масленичную деревню, подготовили тематические фигуры из сена. Гуляния прошли и в других районах, поселки Солоча, Строитель, микрорайон Недостоева, парки имени Гагарина, у Дворца детского творчества, Маук-Лесопарк, скверах имени Александрова и имени Чумаковой, филиалах библиотек и детских школ искусств. Чучело сжигали только на неофициальных площадках. Городские власти от славной традиции отказались. Поэтому языческий ритуал поддержали сами горожане, жгли чучело и развеивали прах по полям. У язычников считалось, что такая жертва обеспечит плодородие. У православных же это время Великого Поста. 48 дней с окончанием 23 апреля. Церковь делит пост на 4 части. Сейчас идет Святая Четыридесятница. В нее входят первые 5 недель и 5 дней поста. Каждая из недель поста имеет свое значение. Согласно традициям и церковному уставу, в первую и последнюю неделю пост соблюдают с особой строгостью. Запрещены все продукты животного происхождения. Есть можно только вечером, а по субботам и воскресеньям допускается убирать только завтрак. В остальные недели, в понедельник, среду и пятницу, едят только холодные блюда. А по вторникам и четвергам можно горячее, но без масла. По субботам и воскресеньям можно употреблять растительное масло и немного виноградного вина, кроме субботы, Страстной Седмицы. Страстную пятницу рекомендовано не есть весь день.